Приветствую вас, и давайте для начала спросим себя, так, зачем вы с этим мужчиной, почему вы с ним? Мужчина хочет создать с вами семью, мужчина хочет завести с вами детей, но поскольку вы совершенно разные люди, у вас не налажен как таковой финансовый гомбард, то есть финансово вы держитесь немного опособлены друг от друга, вам приходится просить у него и вы чувствуете себя нежно, чувствуете себя унижением. Для чего вы рядом с этим мужчиной? Что он вас дает такого, что вы с ним? Если вы любите его, то и знаете, что он любит вас, то это означает принятие человека таким, какой он есть, и нежелание его менять. Но вместе с этим это означает, что при всех его недостатках, при всем том, что вы разные люди, у вас есть что-то общее в этой разности, и вам друг другу интересно. Но это может быть возможно только тогда, в том случае, если вы имеете взаимопонимание между собой, если вы имеете уровень уважения для того, чтобы иметь полноправные, равноценные отношения. И в этом ключе, в контексте этого, можно сказать так. Вы хотите от жизни, вот именно от жизни определенного, хотите с одной ноги и так далее. Мужчина хочет другого. У вас свои представления о том, как выглядит семья у мужчины другую. Вам необходимо по этим принципиальным моментам с ним поговорить. Сказать ему, что вам не нравится, что вы просите деньги на средства личной гигиены, допустим, при этом считаете себя униженным. Вам не нравится, что мужчина, значит, хочет детей, но при этом не особенно интересуется тем, что... Какие у вас цели в жизни? Не особо интересуется вашими интересами. Вам это не нравится, и это необходимо озвучить. После того, как вы это озвучите, важно увидеть его реакцию, прочувствовать его реакцию, понять то, что он думает на эту тему, относительно этого. И тогда вам станет ясно. Мужчина интересуется вами, как человек, как личности, или видит вас лишь только в контексте, значит, дополнения к своему социальному статусу. То есть он видит вас, жену, у которой есть определенные обязательства и обязанности, он видит вас, матерью своих детей, но не видит вас личность и не видит человека. Без этого невозможно ни одни нормальные отношения. Соответственно, если вы вот этого не увидите, не увидите понимание с его стороны, не увидите желание менять что-то ради вас, потому что вас это настраивает, а если человек любит, хочет, чтобы он был счастлив, по сути, если вы увидите, что человека устраивает такое положение, он не хочет ничего менять, то да, такие мужчины вам не по пути. При условии, что вы твердо стремитесь добиться в жизни определенных вещей, при условии, что вы твердо планируете по этой жизни идти, и чувства к мужчине у вас не настолько сильные, чтобы принимать его таким, как он есть, и мириться с его видением ситуации. В этом случае вам нужно от него уходить. Если вы любите его, и считаете все недостатки, значит, не критичными, и думаете, что, ну, это все не столь важно по сравнению с чем-то другим, с его плюсами, с его достоинствами, то тогда можно подумать о том, чтобы впервые ради детей, так как он хочет, а уже после вставать на ноги, потому что мужчина вас обеспечивает. Но, если вам так некомфортно, мужчина ваш выбор при наличии любви примет, при отсутствии уважения не примет и будет стоять на свое. И вот здесь уже вы понимаете, что мужчина стремится вас подчинить себе. Соответственно, если вас не устраивает его такое стремление вас подчинить, то вы устраняете этих отношений. И судя по тому, что вы пишете, вы уже какое-то время понимаете, что у вас слишком разные приоритеты в жизни. И это вытекает даже из возраста. Потому что в том возрасте, в котором мужчина, он уже естественно думает о детях, а вы еще достаточно молоды, и для вас важно чуть-чуть другое. И если по этому основополагающему принципу взаимопонимания вас нет, то есть отношения чреваты несчастным одного из вас. То есть кому-то придется уступить. И тот, кто уступит, скорее всего, будет обвинять другого в том, что недостаточно реализовался в жизни и не осуществил все, что хочет. Соответственно, если такой расклад, такое развитие событий вас не устраивает, то вам нужно уходить. И если вы готовы мужчину принять, то надо уже примите его целиком, с его видением, с его взглядом, и просто-напросто примите то, как он вас видит. Но для этого придется посетовать своими интересами. Вот, собственно, в этом и кроется корень решения. Что для вас важнее стабильное отношение с мужчинами, как с мужчинами, которые, в принципе, все для вас уже определили, и с которыми у вас есть совместный быть. Либо свои собственные интересные, амбиции, карьерный рост, развитие и так далее. Что для вас важнее, исходя из этого, и нам надевать выбор. И вы знаете, исходя из, значит, преддверия вашего материнства, можно сказать так, что ребенку желательно мама такая, которая в жизни добилась того, чего она хочет, которая считает себя и осознает себя, реализовавшись, и счастлива. И только в этом случае она может дать ребенку то, что нужно ему. А если будет по-другому, то ребенок не будет чувствовать, что рядом с ним счастливая мама. Не чувствовать, что рядом с ним счастливая мама, ребенок и сам счастливым стать не сможет как. И вырасти полноценным, членом общества и личностным он тоже не сможет. Думаю, на этом ответ можно закончить. Если я помог вам, пишите в личку вопросы. Помогу. Пока желаю вам удачи и...